проявлять себя, за другие клубы выступать, ну ничего нет. Тогда Тимур был молодой, напомним, что он себя еще ни одного боя не показал. Его сделали какое-то предложение, он согласился, а он как порядочный парень, наверное, все-таки остался. Но вы как человек, который занимался не раз, и не два, и не один раз все лекции качественные, вы же уже как раз в нем увидели большие перспективы. Да, абсолютно. Если вы помните, что мы очень много дискупировали с вами на подобную тему, и всегда как бы... Сейчас Тимур Валид доказывает правильность ваших слов. В Америке, в этой лиге, в WFC... Не только моих слов, а слова многих специалистов. Вы помните, сколько мы ребят из различных видов единоборств перетянули, не то, что перетянули, а взяли шефство какое-то и привели их в ММА. Да, но, кстати, возвращаясь, опять же, к тому же вопросу, я вспоминаю Мансуру Чукаева, кстати, действительно, теплые отношения по сей день сохраняем. Тренер, вольник базовый, базовый вольник, значит, он непосредственно развивает клуб «Дагфайтер». Вот он, знаете, всегда говорил, я бы, в свою очередь, хотел бы, конечно, чтобы Тимур Валид был в команде академии в ММА. Ну, почему нет, может быть, что-то подобное еще может произойти. Ну, я всегда еще раз повторюсь, мы... Ну, соответственно, вы открыты для всех. У нас есть молодые ребята, которые растут, мы делаем акцент на это. Очень много великолепных спортсменов. В вашем клубе сейчас специалист именно как раз по селекшену, по отбору. Конечно, конечно. Чтобы ездил по стране и отбирал. Нет, вот именно такого нет, что вот мы ездим по стране, отбираем, кого-то к себе привлекаем. Мы стараемся воспитывать, мы открываем школы, открываем филиалы. Послушаем сейчас Александра Садукова. Рост бойца 172 сантиметра при весе 76,9 килограмма. Из Украины, город Харьков, Иван Привало. И его соперник, стоящий справа от меня в красном углу. Бойцу 20 лет, базовый стиль, также боевое самбо. В профессиональном ММА одержал 3 победы, при этом не потерпев ни одного поражения. Рост бойца 182 сантиметра, вес 76,8 килограмма. Из Калининграда, клуб Балтик Челлендж, Антон Бор. Рефери боя, Вячеслав Киселев. Отсюда. Рефери этого поединка Вячеслав Киселев. Всем известный рефери. Не раз обслуживал серьезные поединки. По смешным ММА. Ну, это, естественно, такой традиционный рефери, можно сказать, бессменный. Практически всех проектов по смешанным боям в АСБ. В абсолютном чемпионате Беркута. Напомню, дорогим друзьям, что абсолютный чемпионат Беркута проводится также по Киеван. Как раз там, этим направлением заведует Муса Шихабов, который, в свою очередь, вчера уже отпраздновал одну победу своего подопечного, Сафулаха Абахадова. И, к сожалению, Турпул Такаев вчера не смотрит победу, хотя, я думаю, что в нашей стране многие за него болели. Возвращаемся уже к делам сегодняшним, которые мы видим в поединке из Калининграда. Противный конкурс «Янтарный». Руководная шестая пара. Да, что Антон провел прием. Как раз Антон Мору немножко не докрутил. Антон Мору – это боец, представляющий местный клуб. Балтик челлендж. О, посмотрите, какой Антон Мору пропускает снизу сбоку. Удар навстречу, но при этом даже его не шелохнуло ни на секунду. Будто он и не пропустил ничего. Также он продолжил заправки идти вперед. Боевые самбисты, Максим, всегда были очень стойкие. И даже в том, что они очень неплохо держали удар. Вот здесь мы видим, что Иван пытается провести душение. Забирай эту ногу, забирай. Здесь любопытно. Сейчас делай, чтобы даун, топ. Под себя эту ногу. Опять же, если мы говорим о тенденции, часто мы видим поединки в данном же UFC, которые проходят у клетки. Не только в жестком ударном бою. Сталкиваются два соперника друг против друга. Но у клетки очень много работы. Очень важная работа на самом деле Максим, которой бойцы должны уделять, наверное, как минимум 30% времени. Работа у клетки. И мы все помним, как наш известный тяжеловес выступал. И вот именно этой работы ему не хватило. Да, вы имеете в виду, кто именно? Как раз в последних боях? А, как раз вы имеете в виду Константина Ерохина. Да, совершенно верно, Константин Ерохин. Да, человек, который обладает великолепным крутящим ударом с обеих рук. Да, при этом зажимая его к сетке, здесь уже, конечно, получилось так, что он не мог себя проявить более активно. Мы очень надеемся, что все-таки он еще выйдет. Да, и Константин, мы однозначно работаем над ошибками, потому что я имею такое отношение с этим бойцом и достойным человеком. Работаем над ошибками, действительно, человек хочет вернуться уже сейчас победоносно в лучшую лигу мира. И я думаю, что у него все для этого есть. Абсолютно с вами согласен, Максим. Опять же, возвращаясь к поединку, как вам из перипетий этого боя? Что не хватает, например, чтобы вы хотели увидеть? Ну вот, наблюдаем то, что мне видится, что все-таки Иван в ударной части на руках и на ногах двигаясь является более подвижным, чем Антон Мор. Но при этом Антон, видите, как идет в обмен и навстречу бьет очень тяжело. Поэтому мне видится, что очень равный поединок пока. Да, и достаточно быстро соображает Антон Мор на бойцовском мышлении. Очень неплохой этого парня. Он, например, сразу же увидел брешь в обороне. Айсаджат работал в свободную зону. Этот эпизод на максимуме ударив колено. Тогда, когда, в принципе, многие парни начинают просто где-то мышление свое перекрывать. И вот, в смысле, оба обмениваются жесткими попаданиями с рук. Но вот здесь сейчас будет работать как раз Мор более универсальный. То есть, очень хорошая вняла. Очень правильно. Сам пропускает Антон Мор. И отвечает тут же. Очень успешно отвечает. Много ударов, много попаданий. И хочет добить тайну. Это он справа. Да, цепляет. Цепляет. Вот знаете, что делает его Визави? Поднимается на ноги. После уже, казалось бы, падения окончательного и нокаута. Которого чего-то ближе. Здесь, кстати, опять садится. Да, не пошел. Не прихватил. Не вошел в клинч. А Антон, прессингуя, доминируя, заканчивает поединок в свою пользу. Поздравляем его с этим. Да. Вот это яркая победа. И что мне понравилось, конечно, в его понятии, что он по большому счету, дух и характера того парня, которого 3-3, 3 победы, 3 поражения в рекорде. И на привал он поднимался дважды. Уже, казалось бы, из тех эпизодов, когда, в принципе, трудно было ему бы подняться. Но он это делал. Это говорит, конечно, о его волевых качествах. Но в конце уже там волей только одной бы не обошлось. И нам нужно было что-то предпринять совсем чрезвычайно иное, дабы сохранить интригу в этом бою. Но здесь без вариантов. Антон Мор добил и доработал до логичных превышений. Добавляем его, действительно, в этой яркой победе. На четвертой минуте 48-й секунде первого раунда техническим нокаутом победу одержал боец из красного угла Антон Морн. И ваши аплодисменты для Ивана Привалова. Ивана Привалова. Ивана Привалова. Ивана Привалова.